Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в моем новом влоге. Я очень скучала по вам, надеюсь, что вы тоже по моим влогам. Сегодня ветреная погода, но я хочу снять для вас мукпанг на балконе. И для этого мне надо перетащить стол, который у меня вот лежит здесь, я вам сейчас покажу, и все это разместить на балконе. Я надеюсь, что получится классное видео. А для начала нужно проверить, просто где-то минуточку что-то снять на балконе, есть ли шум или нет. Я сейчас иду. Есть ли шум или нет, и потом уже снимать полноценное видео. Чтобы не было такого момента, что, например, я сняла, а потом смотрю, господи, какой ужас. А мы тут для маминого канала снимаем крылышки в кисло-сладком соусе по-китайски. Я думаю, что мне очень понравится, потому что в KFC, в Макдональдсе, мне очень нравится кисло-сладкий соус. Тем более в приготовлении мамочки, это просто будет божественно. Смотрите рецепт на канале Айкук, на мамином канале. Я могу вам ссылочку тоже оставить. И вот что у нас получилось, точнее у мамочки. Очень аппетитно, нереально вкусно, кисло-сладкий такой соус. Обалденный. Буду снимать мукпанг, конечно. Крылышки просятся в видео. Еще сейчас кунжут посыплю. Да, еще сверху будет у нас кунжут, который предварительно нужно обжарить на сковородке. Да, давайте покажу вам. Тут во всю идет процесс жарки. А еще, ребяточки, я опять же помыла свой балкон, потому что это все мы будем ликвидировать отсюда. Здесь у нас будет стоять стол. И вот такой вот красивый вид. Я буду сидеть и кушать. Мне кажется, будет интересно хоть какое-то разнообразие. Пока что не придумала, куда это деть. Для начала просто отправим это на балкон кухни. А затем уже что-то придумаем в квартире, куда можно это поместить. Еще здесь такой шикарный стул. Опять же, знаете, как чемодан без ручек. Выбросить жалко и ставить тоже некуда. Просто вот у меня здесь на балконе. У меня вообще балкон такой большой. И это круто на самом деле. Но проект нашей квартиры мне как-то не очень нравится. Именно из-за того, что балконы большие, а комнаты маленькие. Коридоры огромные, комнаты маленькие. Я вам уже говорила про это. Такой минус, так скажем. В общем, я поработала на Славу. Так получилось, что мама не позволила вот это вот все богатство отправить на балкон кухни. Поэтому пришлось это вот сюда запихнуть. Здесь у нас штатив, стол. Вот как раз эта штука будет служить коробкой, которая у меня есть в той комнате. Проблема в том, что здесь ветер. И сегодня, к сожалению, не получится снять видео. Я уже попробовала вот с микрофоном. Но есть шум. Поэтому я этот стол оставлю здесь. И в день, когда не будет ветер. Еще я планирую встать где-то в пять. Тут бывает вообще такой обалденный рассвет. Я вот так вот вам поснимаю рассвет. А потом вот сяду и начну там кушать какой-то завтрак себе приготовлю. В общем, будет очень интересно. Не пропустите. Но не сегодня. Сегодня я попробовала. Как-то не особо звук не хочется выкладывать. Знаете, какую-то дичь. Лучше уж подождать. Снять качественно и потом выложить. Поэтому так. Я уже здесь обосновалась. Решила снимать в этой комнате. Я заметила, что всегда, когда я снимаю при дневном освещении, такое ощущение, что вот эта стена, она белая. На самом деле она серая. Даже темно-серая. Когда я включаю искусственное освещение, видно, что она действительно серая. И давайте я вам покажу, что же я буду кушать. У нас с вами все очень скромненько. Очень вкусные крылышки. Я вам оставлю рецепт внизу. Если вы любите кисло-сладкий соус из Макдональдса, вам 100% понравятся эти крылышки. Потому что это нереально вкусно. Это очень нежное мясо. Это нечто просто. И здесь ведро, конечно же, напитка. Вот так вот. Да, да, там. И суперский ковер. Последний писк моды. Я, кстати, совсем забыла вам показать, когда возвращалась домой, забрала свой заказ с этого магазина. Как вы думаете, что здесь? Те, кто подписан на мой инстаграм, давно в курсе, я вам оставляла даже ссылочку. Здесь блузочка. Немного не мой стиль, я согласна. Но мне захотелось. Захотелось что-то такое классическое. Во-первых, очень хорошая, приятная на ощупь ткань. Я вообще люблю, когда приятно трогать одежду. Вот такая вот красота. Здесь такие фонарики. Ну, я, в общем, одену и вам покажу, как это все дело смотрится на мне. Рукава такие интересные. Так не поймешь. В общем, была такая изумрудная. И вот такой вот интересный цвет. И я решила взять эту, потому что изумрудную надо было бы с чем-то сочетать. А мне кажется, это она универсальная. Можно носить с чем угодно. Короче, вот так вот выглядит кофточка на мне. Мне кажется, очень круто, нежно, классно. Я в восторге. Мне кажется, правда, не с этой юбкой это нужно сочетать. Но в общем и целом, мне кажется, в гардеробе девушки должны быть вещи разного стиля. У меня все одинаково. Это футболки, джинсы, майки. И все, собственно говоря. Поэтому как-то вот так. И, кстати, недорого стоит. Хоть мукбанг снять на балконе не получилось, мы пришли к выводу, что надо пить чай на балконе при такой хорошей погоде. Ветерочек на улице. Прям прохладно. Кайф на балконе. И мы подумали с мамой, что нужно забабахать там чаепитие. Но, правда, там соседи. И они тоже палят на нас. Но мы палим на них в ответ. Сейчас покажу. У нас здесь есть освещение. А тут мы устроили такое чаепитие. То, что стол стеклянный, это даже плюс. Потому что прохладно. Кстати, вот эту шоколадку. Уже сегодня пробуем ее. Закупки на неделю. Вы, может, видели, как я покупаю эту шоколадку. Это просто кайф, ребята. А вот здесь внутри, здесь внутри просто обалденный джем. И, конечно же, мой стакан. Любимая мамочка. Классная атмосфера. Вот. Сидим в маминого производства. Мама у нас кулинар. Я его вообще уплетаю, так скажем, со скоростью света. Ну, все. Попили мы чаечек. Все убрали. И у нас вот такой вот красивый вид. Даже можно как-то один раз снять мупанг ночью. Поставить с этой стороны освещение, чтобы был такой задний план. Будет бомба, по-моему, мне. И здесь так много свободного пространства теперь. Почему мигает этот свет? Я не знаю. Меня жутко раздражает. И посмотрите на мои обои. У меня котиков нету. Но почему-то вот обои в таком состоянии. Я не знаю, откуда появились эти пятна. Понятия не имею. Но что есть, то и имеем. Ну, все, ребяточки. Мы уже в ванной. И сейчас я буду смывать макияж сначала вот такими вот ватными дисками. И здесь у меня две метелярки. Одна от Фаберлика осталась совсем чуть-чуть. И другая чистая линия. Честно, я не вижу никакой разницы. Для меня метелярка это метелярка. Поэтому смываем. Я не понимаю людей, которые ложатся спать с макияжем. Для меня это неприемлемо. Может, потому что я наношу много макияжа. Сейчас вы увидите меня без косметуса. Сегодня вообще нанесла такой плотный тон. Но мне очень нравится. Лицо как будто отфотошопленное. Прям красота. А еще я укоротила свои брови. Вот так вот. Сейчас мой макияж. Смонетизирую видео. Три стакана чая выпила. Люблю чай. Зимой, летом. Неважно. Я очень люблю чай. Вообще пить люблю. После того, как я прошла с метеляркой раз, я прохожусь второй раз. Потом третий раз. До тех пор, пока все не смоется. У меня всегда вот такое ощущение, что что-то на лице осталось. Нет, стопа дома что-то осталось. Потом. Давайте по-бырому вам покажу. Натура керамика. Такая штука. Это крем для умывания. Очень крутая вещь. Хорошо смывать макияж. После того, как я помою вот этой штукой, дальше у меня идет варежка. То есть у меня несколькоэтапное очищение. Также потом зубки. Доброе утро, пупсики. Сейчас уже следующий день. И сегодня ко мне должна прийти Фатя. Мы будем с ней снимать видосы. Но она придет в 4, поэтому у меня есть время помонтировать свои видео. Встала, даже не позавтракала. Сразу снимаем для мамы видео. Мама, я умница, скажи честно. Да, умница моя красавица. Вот такой вот салат Генерал готовим. Смонтировала видео для вас. Магический мук-банк. Сейчас буду выкладывать это видео. Еще посидела, почитала комментарии под видео, где ем сардельки. И там все пишут, айка, зачем ты ешь так быстро? Какой ужас, фу, ужасно. Честно, я не ожидала такой реакции. Я не думала, что вам настолько это не понравится. Но я учту, и впредь не буду так быстро кушать. Хотя, если честно, мне, например, больше нравится, когда блогер ест быстро, чем вот медленно, вот так вот. Мне нравится, когда вот такими большими ложками раз-раз-раз съел и все. Но если вам не нравится, я буду это учитывать. И впредь я больше так не буду делать. Не ругайтесь, пожалуйста. Это вот так вот я выгляжу дома. Я хотела вам показать, что... Подождите одну секунду. Тут посторонние звуки, так скажем. В общем, наконец-то нету вот этого трупа над шкафом. Мы это убрали, все дело. Конечно же, в бабушкину комнату. И теперь, когда я снимаю тиктоки и видео, это не будет бросаться в глаза. Эта синяя штука очень портила картинку. Поэтому теперь вот так вот. Теперь мы крутые с таким потолком. Продолжение следует...